Вернёмся к Новороссии. Что же касается Киева, то боевые действия его силовиков 77,5% оценивают как военную агрессию Украины против своих граждан. Я бы сказал, однозначно. Собственно, таковы настроения в непризнанной Луганской Народной Республике. О том, что там происходит на этой неделе, репортаж нашего спецкора Евгения Решетнёва. В посёлке Октябрьском, это окраина Дебальцево, на просёлочной дороге замер украинский танк. Один из тех, рассказывают местные, что били прямой наводкой по их домам. Это спальня наша. Вот моё пальто кожаное валяло, это куртка. Мы же уехали, когда ещё дом целый был, просто от пуль убегали, падали пять раз на землю, еле удрали. Тамара вернулась в посёлок этим утром. Вот таким она нашла свой дом. Сегодня будет ночевать у соседей. А что завтра, не знает. Здесь живут только настоящим. День прожили, выстояли и слава богу. Войска из Дебальцево ушли, а люди продолжают умирать. Маленькая похоронная процессия движется по разрушенным улицам. В гробу молодой мужчина. Полтора месяца просидел в сыром подвале. А умер, когда вышел наружу. Пневмония, развившаяся в подземелье и диабет сделали своё дело. Конечно, у него воспаление лёгкое. Он умер, потому что некому было вколоть этот инсулин и всё. В Дебальцеве, наконец, заработала больница. Пока силами донецких врачей. Они здесь в командировке. Местные доктора почти все разъехались. В основном обращаются люди к врачу-терапевту, потому что холодовая травма, она сопровождается воспалением лёгких. Тут как бы самим не слечь с воспалением. Ночуют в палате для пациентов, где максимальная температура плюс 10, и это днём. Живёт здесь хирург, терапевт, травматолог. В больничных коридорах темно и сыро. С потолка сочится вода. В здании ни одного целого окна, но уже прибыли рабочие. Будут вставлять стёкла. Гуманитарка из России в первую очередь приходила в Дебальцево-Чернухино. Благодаря этому у медиков есть лекарства и продукты. Еду медсёстры готовят на буржуйке в приёмном покое. России спасибо. Огромное и большое. Окраины города заминированы. Противотанковые заряды и растяжки уничтожают в поле неподалёку. Уходя, силовики расставили немало смертельных ловушек. Для кого? Ополченцев или местных жителей? Непонятно. В основном гранаты ставили. С управления выводили. Управление. Дороги минировали. Дома нужно отстраивать заново. Одни выглядят так, словно по ним прошёлся сильный ураган и снёс кровлю. Другие будто перенеслись сюда из военного Сталинграда. Дебальцевский дом культуры. Классическое здание с массивными колоннами. Когда-то здесь проводились детские праздники, какие-то общественные мероприятия. Сложно сказать, какие снаряды сюда попали. Смерчи, грады или ураганы. Может быть, это был авиаудар. Но таких разрушений здесь, на Донбассе, мы ещё не видели. Вот это всё обрушилось. Всё теперь надо снимать, штукатурить. Наталья сгребает куски глины, которые обмазаны были стены дома. Жили здесь втроём. У восьмиклассника Сергея больше нет своей комнаты. Учебники, тетрадки остались под завалами. Да и что от них толку? Школа ведь давно не работает. Вот украинская литература. Там она, тетрадка. Школьного учителя находим у колодца. Единственного источника воды на тысячу домов. Сейчас, мальчики, одну секунду. Я себе приду. У меня ночь мама умерла, поэтому я так не дожила два месяца до 85 лет. Галина Семич, учитель русского языка и литературы. В Новой Украине вымирающая специальность. Почти все школы, даже здесь, на Донбассе, были украинские. Русский язык там преподавали факультативно. Один урок в неделю. У нас единственная вот здесь школа по городу русская. Мы отстояли это право. Остальные школы были украинские, с украинским языком обучения. Математика, физика, химия, все на украинском языке. Выезжая из Дебальцево, неизменно попадаешь на этот перекресток. Вся дорога усеяна осколками. Бетонные столбы сложились вдвое и держатся на одной арматуре. Дорожные ограждения выворачены, а поля вокруг в воронках отградов. Здесь был укрепленный блокпост украинских силовиков. В течение месяцев никто не мог ни въехать, ни выехать из Дебальцево. Вот надпись «Слава героям!» 25-й батальон территориальной обороны. Бои за эти позиции шли ожесточенные. Вся дорога усеяна гильзами. Силовики отстреливались чем только можно. Из минометов. Вот сгоревшая зенитная установка. А вот за этой искусственной насыпью располагался укрепрайон. Там стояли и системы залпового огня, и гаубицы, и тяжелые минометы. 25-й батальон «Киевская Русь» был сформирован из активистов Евромайдана. Идейные националисты стояли здесь насмерть, и многие погибли. Они сейчас готовы воевать. Минские соглашения по отводу вооружений для них пустой звук. Вот что рассказал нам пленный Айдаровец. Сейчас все командиры батальонов формируют единый патриотический штаб для планирования наступления на Луганск. Как сказал командир, все российские и ЛНР-овские войска перекинуты под Дебальцево. И в городе нет практически никого из военных. И что надо освобождать украинские города. Вереницы самоходок, реактивных установок, танков и пушек всех калибров тянутся по луганским трассам. Выполняя минские соглашения, ополченцы уезжают с позиций. Многие ополченцы не верят в перемирие, которое нарушалось силовиками много раз. К тому же отвод начинали в одностороннем порядке. Наблюдатели ОБСЕ наконец попали на позиции артиллеристов. Поле исчерчено черными полосами. Здесь стояли реактивные установки. Подтверждаете, что честно оставили позицию и ничего здесь нет? Подтверждаю. Сотрудники мониторинговой миссии оставляют машины. Дальше по непролазной грязи пешком. Вот так выглядят оставленные огневые позиции ополченцев. Здесь в течение месяца стояла батарея тяжелых артиллерийских орудий, гаубицы, мста. Теперь здесь остались только стреляные гильзы и пустые ящики. В нескольких километрах от этих рубежей еще одна батарея снимается с места. Наблюдатели фиксируют момент отвода и сопровождают колонну до пункта временной дислокации. Евгений Решетнев, Азад Атагонов, Руслан Абубекеров. Вести недели. Донбасс.